Пьер Суверст и Марсель Аллен. Фантомас. Глава первая. Гений преступления. Фантомас. Как вы сказали, простите, я говорю фантомас. Что же это значит? Ничего, а может все. Однако, кто это такой? Никто не знает, но тем не менее он существует. Хорошо, но чем же он в конце концов занимается, этот кто-то? Он наводит ужас. Ужин подошел к концу и все перешли в гостиную. С давних времен маркиза де Лянгрюн, желая скрасить свое одиночество и поддержать старинные знакомства, каждый год надолго переезжала в свой замок Болье на севере департамента Ло, живописнейший район на берегу Дардонны. И по традиции, каждую среду она приглашала на ужин в замок самых близких друзей, живущих по соседству. В этот день за столом сидели господин Боне, бывший судья, ныне оставивший службу и переехавший из пригорода Брива в свое маленькое поместье возле городка Сен-Жюри, аббат Сико, местный кюре, слывший одним из завсегдатых замка, а также нестоль близкая приятельница маркизы, баронесса де Вибрей, молоденькая вдовушка, богатая, независимая, обожающая путешествия. Целыми днями она гоняла по окрестным дорогам в своем роскошном автомобиле, и, наконец, молодежь была представлена юным Шарлем Ромберром, милым 18-летним мальчиком, приехавшим в замок два дня назад и с тех пор не спускавшим с величественной маркизы восхищенных глаз, а также Терезой Овернуа, внучкой госпожи Лангрюн. Маркиза была единственной родственницей девушки. После смерти родителей она заменила Терезе отца и мать. Разговор о Фантомасе затеял судья после ужина. Странное и загадочное имя заинтриговало всех присутствующих, и пока юная Тереза Овернуа грациозно разливала гостям кофе, со всех сторон посыпались вопросы. Господин Боне принялся объяснять. «Если мы обратимся к статистике, дорогие дамы, то убедимся, что из всего количества ежедневно регистрируемых смертей, как минимум половина является результатом преступления. Вам, как и мне, прекрасно известно, что из всех этих преступлений наша доблестная полиция раскрывает, дай бог, что половину, а наш справедливый закон карает того меньше. – К чему вы клоните, месье Боне? – с любопытством поинтересовалась маркиза де Ленгрюн. – А вот к чему, – невозмутимо продолжал судья. – Множество преступлений остаются нераскрытыми, но тем не менее они были совершены. Авторы их избегают наказания. Некоторые из них – самые обыкновенные уголовники, просто до поры до времени несколько более удачливые, чем другие. Но бывают преступления. Бывают преступления, господа, загадочные, необъяснимые, дело рук существа поистине неуловимого, слишком умного и ловкого, чтобы попасться. В аналог истории можно найти упоминания о таких загадочных персонажах – Железная Маска, Калиостро. Почему бы тогда не предположить, что и в наше скучное время у великих злодеев прошлого могут найтись последователи? Аббат Сико мягко заметил. – Однако, дорогой господин Бане, нельзя отрицать, что в наши дни полиция работает куда эффективнее, чем прежде, не так ли? – Без сомнений, – улыбнулся судья. – Однако нельзя отрицать, что и преступники давно уже не бряцают кинжалами в темных подворотнях. У полиции сейчас совсем другие заботы. Теперь для совершения своих преступлений бандиты высокого полета употребляют самые разнообразные средства. Наука, призванная облагодетельствовать человечество, может при случае, увы, быть использована для самых черных дел. Иная современная банда так хорошо оснащена технически, что шансы обеих сторон практически уравниваются. Юный Шарль Ромбер, прислушавшийся к разговору, произнес бесцветным, слегка дрожащим голосом. – Однако, господин судья, вы собираетесь рассказать нам о Фантомасе? – Да-да, конечно, я помню. Итак, вы хорошо меня поняли, дорогие дамы? Так вот, похоже, что наше время запишет в свой актив появление грозного и неуловимого убийцы, которому наплевать на морали, общественное мнение, и которого полиция, отчаявшись поймать, называет Фантомас. Фантомас. Невозможно узнать, где он скрывается, да и вообще ничего никто точно не знает, кто он такой. О нем ходят самые невероятные слухи. То он появляется в облике другого человека, часто весьма известного, то предстает отвратительным чудовищем, а иногда будто раздваивается. И непонятно, как отличить его от Фантома. Он нигде и везде, его тень нависает над самыми загадочными тайнами. Его имя связывают с самыми запутанными преступлениями, и тем не менее, никто даже не может похвастаться, что знает, как он выглядит. Дорогие мои, обратилась Маркиза к молодежи, должно быть, наше общество вам наскучило, мы вас отнюдь не держим. Она с улыбкой повернулась к внучке, которая послушно поднялась. Тереза, в библиотеке есть отличная головоломка, попробуй разгадать ее вместе с твоим другом Шарлем. Баронесса де Вибрей не терпелась снова вернуть разговор к Фантомасу. Но скажите, месье Буне, почему вы считаете, что этот зловещий субъект как-то связан с исчезновением лорда Белтхэма? Увы, кому как ни нам, женщинам, знать, на какие проделки способны вы, мужчины? Может, у лорда были причины просто сбежать? Прошу прощения, баронесса, прошу прощения. Я бы без сомнения согласился с вашим мнением, если бы исчезновение лорда Белтхэма не произошло при столь таинственных обстоятельствах. Однако есть факт, который не может уйти мимо нашего внимания. О нем упоминается в газете «Столица», выдержки из которой я вам недавно зачитывал. Вспомните, когда леди Белтхэм обнаружила отсутствие своего супруга, то есть на следующий день после его исчезновения, она вдруг припомнила, что ее муж, уходя из дому, читал какое-то письмо. Оно было необычайной квадратной формы. Это весьма удивило леди. Лорд Белтхэм, как правило, получал письма только на гербовой бумаге. Женщина сказала, что буквы были очень крупные и написаны синими чернилами. Уходя, лорд Белтхэм оставил послание на письменном столе. Его жена сразу узнала по формату. Но на нем не оказалось ни единой буквы. Весь текст бесследно исчез. Письмо было подвергнуто тщательному анализу в лаборатории полиции, но обнаружить удалось лишь несколько микроскопических прозрачных пятен, тем не менее подтверждающих, что это и есть тот самый документ, который лорд держал в руках. Конечно, леди Белтхэм не могла сколько-нибудь вразумительно объяснить эту загадку. По счастью, газете «Столица» пришла счастливая мысль взять интервью у полицейского Жюва, знаменитого инспектора службы безопасности, который уже не раз способствовал аресту самых ловких и хитрых преступников. Господина Жюва чрезвычайно заинтересовала таинственная находка. Он не стал скрывать от собеседника, что считает Фантомаса причастным к исчезновению лорда Белтхэма. Слова судьи Бонне звучали столь убедительно, что произвели немалые впечатления на присутствующих. По гостиной пробежал холодок страха. Маркиза де Лянгрюн поспешила перевести разговор на другую тему. «Скажите, а что собой представляют лорд и леди Белтхэм?» Баронесса де Вибрей, бывшая в курсе всех светских новостей, немедленно откликнулась. «Ах, моя дорогая, как видно, парижские слухи до вас просто не доходят. Это очень-очень известная пара. Лорд Белтхэм в свое время был атташе в английском посольстве. Затем оставил службу и отправился воевать в Трансвааль. Его жена последовала за ним и во время войны проявила самые достойные качества. Смелость, стойкость, милосердие. Она организовала медицинское обслуживание и в госпиталях, и нередко на передовой. Благодаря ей было спасено немало жизней. После войны лорд и леди Белтхэм вернулись недодолго в Лондон, но в конце концов окончательно переселились в Париж. Они до сих пор живут в Нью-Сюрсен на бульваре Инкерман в очаровательном особняке. Какие у них изысканные приемы! Я сама нередко бывала гостьей леди Белтхэм. Это необычайно привлекательная и утонченная женщина. Высокая блондинка с тем особенным шармом, который свойственен женщинам севера. Часы пробили десять. Тереза, воскликнула мадам де Лангрюн, которую роль хозяйки дома не заставила забыть об обязанностях бабушки. Тереза, дитя мое, тебе пора идти спать. Слышишь, малышка, уже поздно. Девочка покорно отложила игру, пожелала доброй ночи баронессе де Вибрей, судье Боне и затем старику Кюре, который отечески спросил ее, «Тереза, ты придешь завтра к семичасовой обедни?» Девочка повернулась к Маркизе. «Бабушка», – сказала она, – «вы позволите мне проводить месье Шарли на вокзал завтра утром, а оттуда я пойду к обедни, я успею к восьми часам». Госпожа де Лангрюн обратилась к Шарлю Рамберу. «Мой дорогой Шарль, значит, ваш отец приезжает завтра на Верьер поездом 6.50?» «Именно так, мадам». После некоторого колебания Маркиза сказал Терезе, «Мне кажется, дитя мое, тебе лучше остаться дома». «Пусть господин Шарль встретит отца один». Рамбер запротестовал. «Ну что вы, мадам, я уверен, отец будет очень рад увидеть мадемуазель Терезу, когда выйдет из поезда». Маркиза еще немного подумала. «Ну что ж, дети мои», – наконец произнесла она. «Решайте сами, как вам поступить». Потом продолжала. «Тереза, перед тем, как лечь спать, предупреди нашего бравого управляющего Долана, чтобы к шести утра вам подали машину, ведь вокзал все-таки далеко». «Хорошо, бабушка». И молодые люди вышли из гостиной. Кюре обратился к Маркизе. «Мадам, а что за юноша Шарль Рамбер? Я его встретил тут еще вчера, в компании с вашим старым управляющим Доланом, и, признаться, едва голову себе не сломал, пытаясь угадать, кто он такой». Мадам Долангрюн рассмеялась. «Меня это не удивляет, дорогой аббат. Трудно узнать того, кого раньше никогда не видел. Но в любом случае вы должны были слышать от меня имя Этьена Рамбера, моего старого друга. Последний раз я встретила его два года назад на благотворительном празднике в Париже, и с тех пор совсем потеряла из виду. В то время бедняга вел весьма нелегкую жизнь. «Лет пятнадцать назад он женился на очаровательной женщине. Она оказалась мне почти совершенством. Я не боюсь этого слова. Но сейчас она очень тяжело больна. Похоже, она совсем лишилась разума. Говорят, Этьен собирался положить ее в лечебницу для душевнобольных». Судья Бонне вздохнул. «Печальная история. Но это не объясняет, каким образом юноша оказался у вас в доме». Маркиза пояснила, «Так вот, Шарль учится в семейном пансионе в Гамбурге. Совершенствовался в немецком языке. Недавно покинул его. Как раз в это время его отец написал мне, что собирается поместить жену в клинику. Сам же он вынужден был ненадолго уехать. Вот я и решила пригласить Шартля погостить здесь, а Болье в Болье, пока Этьен не вернется в Париж. Позавчера мальчик приехал сюда, вот и все». И реки внул. «И значит, завтра к нему присоединится господин Этьен Ромбер, не так ли?» «Совершенно верно, потому что Маркиза де Лянгрюн собиралась продолжить пояснение относительно своего протеже, но тут он сам вернулся в гостиную. Присутствующие тотчас замолчали. Шарль Ромбер неуклюжей юношеской походкой подошел к гостям и, остановившись возле судьи Бонне, нерешительно спросил. «Итак, месье, итак, что, мой юный друг?» Вопросом на вопрос ответил судья. Шарль засмеялся. «Как?» «Наконец», – произнес он. «Разве вы больше не говорите про Фантомаса? Это было так захватывающе, так забавно». «В отличие от вас, молодой человек», – сухо заметил судья. «Я не считаю историю преступления такими уж захватывающими, тем более забавными, как это вам, по-видимому, кажется». Юноша, как будто не заметив упрека, продолжал. «Но ведь это так любопытно, так необычно, что в наше, как вы сами сказали, скучное время может существовать такое загадочное явление, как Фантомас. Возможно ли, чтобы один человек мог совершать столько непонятных преступлений, чтобы человеческое существо оказалось способным, как это приписывают Фантомасу, уходить от любых преследований и расстраивать самые хитроумные планы полиции?» «Мне кажется, что это просто…» – юноша красноречиво возвел руками. Судья прервал его ледяным голосом. «Молодой человек, я не понимаю вашего отношения к этому мерзавцу. Вы восхищены, прям как на иголках весь. Вот вам, господин Кюре, современное воспитание. Наглядный пример того, какую кашу в умах молодежи создает наша пресса». Однако Шарля Ромбера, видно, не так легко было смутить. Он оставил. «Но господин судья, это жизнь, это история, это то, что происходит в реальности». Тут даже снисходительная маркиза де Лянгрюн перестала улыбаться. Заметив это, молодой человек наконец понял, что зашел слишком далеко и почел за благо исправить положение пока не поздно. «Я прошу вас прощения», – прошептал он. «Я говорил, не подумав». Вид у юного Ромбера был такой жалкий, что судья поспешил его подбодрить. «У вас слишком богатые воображения, молодой человек», – благодушно произнес он. «Слишком богатые. Но это со временем пройдет, уверяю вас. Пока вы еще имеете счастье быть в таком возрасте, когда говорят, не думая». И так происшествие было бы благополучно забыто. И вскоре гости мадам де Лянгрюн заторопились домой. Вечер и вправду уже несколько затянулся. Проводив всех, Шарль Ромбер дошел с Маркизой до двери ее спальни, пожелал ей спокойной ночи и собирался уже отправиться в свою комнату, находящуюся неподалеку, когда хозяйка вдруг пригласила его войти. «Прошу вас, Шарль, заходите, возьмите книгу, которую я вам обещала. Она, должно быть, лежала там, на секретере». Подпустив молодого человека в комнату, Маркиза бросила быстрый взгляд в сторону секретера и добавила. «Или внутри, не помню, закрывал ли я его на ключ». Юноша смутился. «Я не хотел беспокоить вас, мадам». «Что вы, что вы», возразила мадам де Лянгрюн. «Мне все равно надо открыть письменный стол. Хочу взглянуть на лотерейные билеты. Часть из них я подарил этой Терезе пару недель назад. Интересно, кому из нас больше повезет с выигрышем?» Она подошла к письменному столу в стиле ампир и, пытаясь отодвинуть тяжелую крышку, подняла глаза. «Послушайте, Шарль, вот это было бы забавно, если бы моя маленькая Тереза получила главный приз». Ромбер улыбнулся. «Конечно, мадам». Наконец Маркиза отыскала книгу. Она протянула ее молодому человеку, затем достала несколько разноцветных билетов. «Вот они, мои дорогие». Внезапно она осеклась. «Господи, как я глупа! Надо было взять с собой сегодняшний выпуск в столице, ведь я не помню номера выигравших билетов». Юноша повернулся к двери. «Один момент, мадам. Я схожу и принесу газету». Маркиза отрицательно покачала головой. «Не трудитесь, мой мальчик, ее уже нет. Среду вечером Кюре уносит с собой все номера за неделю». Лежа в своей комнате с опущенными шторами и погашенным светом, Шарль Ромбер никак не мог заснуть. Он был страстно взволнован. Юноша нервно ворочался в постели, и когда ему удавалось ненадолго задремать, его мозгу тут же вставал образ фантомаса. Он принимал самые опасные разные формы. То Шарль видел колоса со звериным лицом и мускулистым торсом, то бледное истощенное существо со странно блестящими глазами, а то и вовсе нечто бесформенное, бесформенное, какой-то мерцающий силуэт, фантом, загадочный, непостижимый фантомас. Глава вторая. Роковой рассвет. Фиакр свернул с моста руялем направление вокзала Орсей, господин Этьен Ромбер вынул часы и, взглянув на них, убедился, что до отхода поезда остается еще добрых четверть часа, как он и предполагал. Месье Ромбер сошел на тротуар, подозвал носильщика и отдал ему тяжелый саквояж и пакет, составлявший весь его багаж. «К лукшонскому поезду, друг мой!» промолвил он. «У какой он платформы?» Носильщик пробормотал что-то невнятное и махнул рукой в неопределенном направлении. Потом процедил сквозь зубы номер поезда, который сам по себе ни о чем не говорил путешественнику. «Вступайте-ка вперед!» сказал Ромбер. «Покажете мне дорогу!» Была половина девятого, и на вокзале Орсей царила страшная суматоха, всегда сопровождавшая отправление поездов дальнего следования. Следуя за носильщиком в волокущем багаж, Этьен Ромбер ускорил шаг. Дойдя по перрону до железнодорожных путей, служитель обернулся. «Вы едете этим экспрессом, месье?» «Нет, мой друг, пассажирским», ответил господин Ромбер. Носильщик тупо посмотрел на него и равнодушно пожал плечами. «Вы предпочитаете ехать в начале или в конце поезда, месье?» «Пожалуй, лучше в конце. Первым классом не так ли?» «Именно так». Носильщик снова поднял с перрона вещи. «Тогда вам не приходится выбирать, месье. В этом поезде всего два вагона первого класса, и оба в середине состава». «Я надеюсь, это купейные вагоны?» «Разумеется, месье. В поездах дальнего следования других не бывает, тем более в первом классе. Этьен Ромбер с трудом проталкивался в шумной толпе, стараясь не отставать от носильщика, легко тащившего его саквояж. Вокзал Орсей не похож на все прочие вокзалы. Дальние и пригородные поезда подходят к одним и тем же платформам, из-за этого частенько возникает путаница. Так и сейчас, рядом с составом, который должен был отвезти Этьен Ромбер в Верьер, стоял поезд, отправляющийся в Жевюзи. Немногочисленные пассажиры поднимались в вагоны Лушонского поезда, в то время как состав пригородного направления толпа просто брала штурмом. Носильщик остановился и поставил багаж на подножку вагона первого класса. Ну и что же месье, заметил он. Похоже, здесь почти нет пассажиров. Коль вы едете первым классом, можете выбирать любое купе. Господин Ромбер расплатился с носильщиком и, последовав его совету, вошел в пустое купе. Но не успел он разложиться там, как появился начальник поезда, почуявший хорошие чаевые. Месье действительно собирается ехать поездом на 8.50, поинтересовался он. Месье не перепутал? Конечно нет, ответил Этьен Ромбер. А что, разве это не тот поезд? Дело в том, месье, продолжал начальник поезда, что некоторые пассажиры первого класса, бывает, путают наш состав с поездом 8.45. На этом вокзале такая, не разбери их, месье. Но ведь поезд на 8.45, это, кажется, экспресс, не так ли? Да, ответил служащий. Это прямой поезд, и он, в отличие от нашего, не останавливается на маленьких станциях, только на крупных. Разница в отправлении у нас всего 5 минут, а в Лушон он пребывает на целых 3 часа раньше. Видите, вон тот состав. А это как раз он, начальник поезда, показал рукой в окно. Впрочем, если месье желает, он может ехать экспрессом. Месье имеет полное право, если у него билет первого класса. Этьен Ромбер покачал головой. Нет, нет, я предпочитаю ехать пассажирским. Из экспресса я мог бы сойти только в Бриве. Оттуда мне пришлось бы добираться еще добрых 20 лье до Сен-Жури, куда я направляюсь. Он прошел по коридору, заглянул в другие купе и, убедившись, что почти все они пустуют, обратился к железнодорожнику. Знаете ли, друг мой, я сегодня чертовски устал и собираюсь как следует выспаться. Поэтому я хотел бы обойтись без попутчиков. Где у вас тут уголок поспокойнее? Начальник поезда привык понимать пассажиров первого класса с полуслова. Если путешественник ищет тихое место, где его никто не мог бы побеспокоить, то, конечно, имеет в виду неплохие чаевые. Думаю, здесь вам будет уютно, месье, сказал он, указывая на крайний купе. Вы можете пустить шторку, а я уж позабочусь, чтобы вам не мешали. Ромбер удовлетворенно улыбнулся. Отлично! Произнес он, обводя взглядом свои апартаменты. До отхода поезда я еще, пожалуй, успею выкурить сигару. А потом улягусь и буду спать всю дорогу. Кстати, прошу вас, мой друг, раз уж вы так любезны, потрудитесь разбудить меня завтра утром вовремя, чтобы я успел сойти в веревере. Я сплю, как убитый, и с меня останется пропустить свою станцию. В замке Болье в своей комнате юный Шарль Ромбер заканчивал туалет. В это время в дверь потихоньку постучали. — Уже без четверти пять, месье Шарль, пора вставать. — Я уже встал, — Тереза, — ответил Ромбер. — Через минуту буду готов. Девочка хихикнула. — Неужели вы уже встали? — Что ж, поздравляю, жду вас внизу. — Договорились, — сказал юноша. Он оделся, взял в руки лампу, осторожно стараясь не шуметь, открыл дверь своей комнаты, на цыпочках прошел по коридору и просоединился к Терезе, ожидавшей ее в столовой. Тем временем девочка, как настоящая хозяйка, сервировала на столе легкий завтрак. — Садитесь, месье Шарль, перекусим немного. Вы не возражаете, если мы пойдем на вокзал пешком. Сегодня утром снега не было. Времени у нас достаточно. Будет так приятно немного пройтись. — Ну что ж, по крайней мере, в такую погоду мы не замерзнем, — взявнул Рамбер и сел за стол, отдавая должное приготовленному Терезе и завтраку. Девочка продолжалась. — Должна вам сказать, месье, что с вашей стороны очень мило подняться так рано. Как вам это удалось? Ведь никто вас не будил. А после вчерашних рассказов вы наверняка провели не очень спокойную ночь. — Ну при чем же тут вчерашние разговоры? Просто мысль о том, что утром я встречусь с отцом, всю ночь не давала мне спать. Молодые люди в несколько минут расправились с завтраком. Тереза поднялась. — Ну что, в путь? — Путь. Девочка отворила дверь, и оба вышли на дорожку, ведущую в сад замка. Проходя мимо конюшен, они увидели конюха, который без видимого успеха пытался выкатить за ворота старинный экипаж. — Не торопитесь, Жанн, — сказал Тереза. Заслуге после приветствия. — Мы пойдем на вокзал пешком. Вам нужно будет только время приехать, чтобы отвезти нас обратно. Конюх кивнул. Молодые люди открыли калитку и вышли на дорогу. Внучка госпожи Далянгрюн спросила. — Представляю, как вы будете рады встрече с отцом. Вы ведь не виделись бог знает, сколько времени, не правда ли? — Целых три года, — ответил Шаррамбер. — Да и то, последний раз я видел его только несколько минут. Сейчас он возвращается из Америки. А до поездки туда долго путешествовал по Испании. — Вы, наверное, сильно изменились за это время. Узнает ли он вас? Молодой человек смущенно улыбнулся. — Стыдно признаться, но мы с отцом довольно мало знаем друг друга. — Да, бабушка мне рассказывала, вас ведь воспитывала ваша матушка. Юноша грустно покачал головой. — Честно говоря, моим воспитанием вообще никто толком не занимался. Знаете, Тереза, родители всегда представлялись мне какими-то загадочными существами. Видел я их довольно редко. И несмотря на всю мою любовь к ним, они меня чем-то пугали. — Вот и сегодня утром у меня такое ощущение, что я должен заново познакомиться с собственным отцом. — Наверное, он все время путешествовал, пока вы были ребенком? — Да, он много ездил. То в Колумбию проверить свои каучуковые плантации, то в Испании, где у него тоже были большие земельные участки. Когда он появляется в Париже, он приходил ко мне в пансион, вызывал меня в комнату для посетителей, и мы с ним беседовали четверть часа. — А ваша матушка? — О, мама, совсем другое дело. Понимаете, все мое детство, по крайней мере, сколько я себя помню, прошло в пансионе. — Но вы все-таки любите вашу маму? — Да, конечно. Хотя я ее почти совсем и не знал. На улице Терезы отразилось удивление. Молодой человек, ничего не замечая, продолжал рассказ о своем одиноком детстве. — Как вам объяснить, Тереза? — Сейчас, когда я повзрослел, я начинаю понимать вещи, о которых раньше даже не догадывался. Отец и мать не ладили друг с другом. С детства я помню маму тихой, печальной, очень печальной, а отца шумным, деятельным, веселым, громогласным. Мне кажется, мама его просто боялась. Когда по четвергам слуга приводил меня из пансиона домой, я сразу же поднимался к ней в комнату, чтобы поздороваться, и всегда видел ее лежащей в шезлонке, в полумраке, запущенными шторами. Она едва касалась меня губами, задавала два-три вопроса, а потом меня уводили, потому что я ее утомлял. — Она тогда уже была больна? — Мама всегда была больна. Несколько секунд Тереза молчала. Потом провела рукой по лбу и произнесла. — Похоже, вы были не очень-то счастливы. — Да нет. В детстве я этого не ощущал. Впервые я почувствовал себя несчастным только когда вырос. — Пока я был ребенком, я просто не думал о том, как грустно не иметь по-настоящему ни отца, ни матери. Занятые разговором, Тереза и Шарль даже не заметили, как прошли половину дороги до станции де Варьери. Уже расфело, и наступил сумрачный серый день, как и обычно бывает в декабре, когда тяжелые тучи плывут прямо над головой. — Кажется, протяни руку, достанешь. Наконец Тереза снова заговорила. — Признаться, я тоже была не очень счастлива. Я рано потеряла отца и совсем его не помню. Мама, должно быть, тоже умерла. Шарль немало удивила двусмысленность последней фразы. — Как это может быть, Тереза? Неужели вы не знаете, жива ли ваша матушка? — Да нет, я знаю. И бабушка так говорит. Но всякий раз, когда я пытаюсь расспросить о деталях смерти мамы, она переводит разговор на другое. Иногда мне кажется, что от меня что-то скрывают. И, может быть, мама вовсе не умерла? Впереди показалось несколько домов, окружавших Верьерский вокзал. Кое-где уже открывались ставни и двери. Тереза указала рукой на вокзальные часы. — Мы слишком рано пришли, — проговорила она. — Поезд вашего отца придет в 6.50, а сейчас только половина седьмого. Придется нам подождать 20 минут, если, конечно, он придет вовремя. Они вошли в небольшое вокзальное здание. Там не было ни души. Шар Ромбер, которого прохватило утренним холодом, затопал ногами, пытаясь согреться. Пустой зал отозвался гулким эхом. На звук появился вокзальный служащий. — Да черт побери, шумит тут позаранку, — недовольно осведомился он. Однако, заметив Терезу, суровый страж порядка тут же смягчился. — Ай, это вы, мадемуазель Тереза, что подняло вас в постели в столь ранний час? Кого-нибудь встречаете или сами уезжаете? Задавая вопросы, служащий с любопытством поглядывал на Шарля Ромбера, чье прибытие два дня назад в этот маленький городок не прошло незамеченным. — Нет, — ответила девочка, — я никуда не уезжаю. Я пришла с господином Ромбером. Его отец должен приехать поездом в шесть пятьдесят. — Ах, вот как! Вы встречаете вашего батюшку-месье, — обратил служащий к Шарлю. — И что же он к вам издалека? Ромбер улыбнулся. — Из Парижа. — Скажите, любезнежий, поезд не опаздывает? Еще не объявляли о прибытии? Служащий вытащил массивные серебряные часы, посмотрел время и сказал. — У вас есть еще добрых двадцать минут, месье. Он идет с небольшим опозданием. Что поделать? Работы по строительству тоннелей затрудняют движение, и поезда теперь всегда опаздывают. Закончив объяснение, служащий извинился. — Мне, пожалуй, пора идти работать, мадемуазель Тереза, извините. Тереза повернулась к Шарлю. — Должно быть, время для вас тянется сейчас невыносимо медленно, — пробормотала она. — Да, пожалуй. Может быть, пойдем на перрон, чтобы встретить вашего отца прямо у вагона? — Что ж, пойдемте. Они вышли из зала ожидания и принялись неторопливо расхаживать по перрону. Тереза взглянула на вокзальные часы и улыбнулась. — Еще каких-нибудь пять минут, и ваш батюшка будет здесь уже четыре минуты. Посмотрите-ка, мне кажется, приближается поезд. Вытянув руку, она указала на белую струйку дыма, выделявшуюся на синем фоне неба, уже очистившегося от облаков. — Видите, вот там, это пара-толкомотива. Он только что вышел из тоннеля. Не успела она договорить, как в тишине пустынной станции прозвучал резкий паровозный гудок. — Наконец-то! — воскликнул Шарль. Мимо пробежал вокзальный служащий, бросив Терезу на ходу. Терезе на ходу. — Пройдите в центр платформы, мадмуазель! Именно там останавливаются вагоны первого класса. Молодые люди последовали его совету и вскоре увидели поезд. Шумом выпуская клуби пара, локомотив затормозил, и тяжелый состав медленно остановился у станции. Вагон первого класса оказался прямо перед Шарлем и Терезой. На подножке уже стоял высокий старик величественного вида, с горной осанкой и благородным лицом. Издали заметив встречающих, он подхватил свой небольшой багаж и спрыгнул на платформу. Затем поставил чемодан, бросил на скамейку пакет и огнил юношу за плечи. — Мой мальчик! — воскликнул он. — Мой дорогой мальчик! Отец молодого человека с трудом пытался сдержать волнение. Шарль, в свою очередь, тоже не мог оставаться безучастным. Необычайно побледнев, он восклицал дрожащим голосом. — Отец! Дорогой отец! Как я рад видеть вас снова! Тереза из деликатности отошла в сторону. Господин Ромбер по-прежнему обнимал сына, за плечи отступил на шаг и заявил. — Мальчик мой, как ты изменился! Ты стал настоящим мужчиной! Именно таким я и хотел тебя видеть! Высоким, сильным! В тебе чувствуется моя кровь! Отлично выглядишь, малыш, только, кажется, устал немного! Шар развел руками. — Я плохо спал этой ночью, отец, очень боялся проспать! Тут господин Ромбер наконец-то заметил Терезу и протянул ей руку. — Здравствуй, моя дорогая маленькая Тереза! — произнес он. — Ты тоже очень переменилась с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Я помню неуклюжего, угловатого подростка, а теперь передо мной хорошенькая молодая девушка! Тереза, зардевшись, сердечно пожала руку господину Ромберу и поблагодарила его. — Бабушка просила меня передавать вам ее извинения, месье, за то, что она не смогла вас встретить. С ней все в порядке, но врач запретил ей рано вставать. — Господь с тобой, дорогая, какие могут быть оправдания? Конечно, я ее прощаю. Более того, хочу от всей души поблагодарить за то гостеприимство, которое она так любезно предоставила Шарлю. Тем временем поезд снова тронулся с места. Господин Ромберу подошел носильщик и спросил. — Месье желает, чтобы я отнес его багаж? Оторвавшись от сына, Этьен Ромбер увидел, что вокруг его вещей уже переминаются с ноги на ногу несколько носильщиков. — Боже мой! — начал он, но Тереза не дала ему закончить. — Бабушка сказала, что если багажа будет много, то она пошлет за ним после завтрака. А пока вы поедете с нами и возьмете свой чемодан. — Как? Твоя бабушка даже позаботилась прислать за мной машину? — Конечно, ведь замок довольно далеко от вокзала, вы же знаете. Взяв вещи, все трое вышли из здания вокзала. Тереза в удивлении остановилась. — Что же это такое? — воскликнула она. — Машина до сих пор не приехала. Странно. Ведь Жан уже выводил ее, когда мы выходили из замка. Этьен Ромбер по-прежнему одной рукой обнимавший сына и нежно на него поглядевший улыбнулся. — Может быть, она просто запаздывает. Знаете, как мы поступим? — Раз твоя бабушка все равно собиралась после завтрака послать машину за багажом, мы не будем брать с собой чемодан. Оставим его в камере хранения, а сами пойдем в замок пешком. Это я, если я правильно помню. А я, кажется, хорошо помню. Здесь всего одна дорога. Так что, если встретим по пути Жана, сядем в машину. Через несколько минут они налегке шагали по дороге, ведущей в замок Болье. С волнением и нежностью Этьен Ромбер узнавал знакомые пейзажи. Оказалось, что он прекрасно помнит каждый поворот дороги. — Подумать только, — говорил он с улыбкой, — я снова возвращаюсь сюда. Только теперь мне уже 60 лет, и рядом со мной идет взрослый 18-летний сын. А ведь, кажется, только вчера были те чудесные деньки, когда я провел в замке Болье, когда Шарли еще и на свете не было. — Послушай-ка, Тереза, ведь сразу за этим леском уже должны появиться стены замка. Не правда ли? — Конечно, я мог ошибиться. — Совершенно верно, — смеясь, — ответила девочка. — Вы хорошо знаете эти места, месье. Господин Ромбер тоже рассмеялся. — Да, — подтвердил он. — В моем возрасте, дорогая, помнишь абсолютно все, что связано с временами счастливой юности. Некоторое время он шел молча, словно вспомнив что-то грустное. Но вскоре ему удалось отогнать от себя воспоминания, и он вернулся к действительности. — Смотрите-ка, — заметил он, — ограда парка теперь другая, так и есть. Этой стены тут раньше не было, только изгородь. Тереза пожала плечами. — А я никогда не видела изгороди, наверное, была еще слишком маленькой. Господин Ромбер посмотрел на дорогу. — Нам придется идти до самых ворот, или твоя бабушка проделала какую-нибудь калитку в этой стене? — спросил он. — Мы пройдем через боковой вход, — ответила девочка. — Заодно узнаем, почему Жан нас не встретил. Она подошла к стене. Теперь стала видна небольшая калитка, наполовину скрытая мхом и прющем. Тереза открыла ее и пропустила спутников вперед. Затем вошла сама, оглянулась и удивленно промолвила. — Но Жан уже уехал, машины нет нигде. Как же мы могли с ним разминуться? Отсутствие слуги не разозлило ее, а скорее развеселило. — Бедняка, Жан, — сказала она. — Ну, надо же быть таким растяпой. Могу поспорить, что он ждет нас в Сен-Журии. Как он это делает каждое утро, когда отвозит меня в церковь и обратно. Они пошли дальше и вскоре достигли стен замка. Пройдя под окнами спальни маркизы Делангрюн, Тереза весело крикнула. — Бабушка, вот и мы! Но никто не ответил. В эту секунду в огне соседней комнаты показался управляющий Долан. Он подавал руками непонятные знаки, словно умоляя Терезу замолчать. Почувствовав смутную тревогу, Тереза бросилась вперед и в дверях столкнулась с управляющим маркизой Делангрюн изо всех сил бегущего навстречу господину Ромберу. Лицо старого Долана было перекошено. Он, обычно такой невозмутимый, спокойный, почтительный, повелительно схватил Ромбера за руку и, оттолкнув Шарли и Терезу в сторону, отвел его подальше. — Это ужасно, господин Ромбер, — прошептал он. — Это чудовищно! Произошло огромное несчастье. Сегодня утром госпожа маркиза была найдена в своей спальне мертвой. Ее убили! Глава третья. Охота на человека. Господин Де Прессель, судья, назначенный Бривской прокуратурой, только что прибыл в замок Болье. Первым делом он обратился к управляющему. — Прошу вас, господин Долан, рассказать мне подробнейшим образом, при каких обстоятельствах вы обнаружили убитую. Старик горестно вздохнул. — Господин следователь, — промолвил он после паузы. — Сегодня утром я, как всегда, пришел поздоровиться с маркизой и получил указание на день. Постучал в дверь. Я всегда стучу, прежде чем войти, но госпожа не ответила. Я постучал сильнее, но опять не получил ответа. Тогда я толкнул дверь. Сам удивляюсь, как у меня хватило духу это сделать, ведь я никогда не смел беспокоить госпожу, если она этого не хотела. Должно быть, я уже тогда почувствовал что-то неладное. Великий Боже, я никогда, клянусь, никогда в жизни не забуду ужаса, который испытал, увидев мою дорогую несчастную хозяйку, лишающую возле кровати в луже крови. Горло у нее было перерезано так страшно, что мне показалось, будто ей отрезали голову. В разговор вступил командир отделения местной жандармерии. Управляющий говорит правду, месье. Это убийство чрезвычайно жестокое, раны просто чудовищные. Я уж повидал их. Чем нанесены раны? Ножом? Спросил депрессель. Жандарм неуверенно пожал плечами. Не могу сказать точно, пусть господин следователь сам посмотрит. Судья поднялся. Управляющий провел его в комнату покойной, и пока депрессель осматривал место преступления, ревностно следил, чтобы все оставалось на месте. Комната была большой, со вкусом обставленной старинной мебелью. Большую ее часть занимала кровать, очень широкая, стоявшая на своеобразном пьедестале, покрытом неярким ковром. В центре комнаты выделялся небольшой изящный столик красного дерева в углу распятия. И, наконец, в глубине маленький секретер. Ящики его были выдвинуты, крышка поднята, бумаги в беспорядке валялись на полу. Судья огляделся. Вход в комнату был всего один, тот, через который он только что вошел. Дверь вела в центральный коридор второго этажа замка. Другая связывала спальню маркизы с туалетной комнатой. Труп хозяйки замка был виден от самой входной двери. Она лежала на спине, широко раскинув руки. Голова ее была обращена к кровати. Покойная была полуодета. Глубокая рана, рассекающая ее горло от уха до уха, обнажала кости. Господин Де Прессель инстинктивно снял шляпу. При виде смерти наклонился над ее телом. Невероятно, прошептал он. Какая ужасная рана. Он еще раз оглядел труп, потом повернулся к старику Долму. Здесь ничего не трогали? Все вещи находятся на своих местах? Да, господин судья. Де Прессель указал рукой на секретер с видвинутыми ящиками и уточнил. К этому предмету никто не прикасался? Нет, господин судья. Не здесь ли госпожа маркиза де Лянгрун хранила свои ценности? Лице управляющего отразилось сомнений. Вряд ли у госпожи были в замке крупные суммы денег. Самое большое несколько тысяч франков на повседневные расходы. Значит, вы считаете, что кража не могла стать движущим мотивом преступления? Долом пожал плечами. Возможно, господин судья, убийца думал, что маркиза держит здесь деньги. В таком случае его наверняка спугнули. Ведь он даже не взял кольца, которые госпожа перед мстом положила на туалетный столик. Судья, казалось, пропустил замечание управляющего мимо ушей. Он медленно обходил комнату, приглядываясь к каждой мелочи. Наконец он спросил. Это окно было открыто? Госпожа маркиза никогда его не закрывала. Она опасалась кровоизлияния и старалась побольше дышать свежим воздухом. Судья задумался. Может быть, убийца через него влез? Медленно произнес он. Управляющий отрицательно покачал головой. Маловероятно, месье, взразил он. Вдлините сами. С нашей стороны окна забраны решеткой. И острия ее торчат под углом. Оттуда просто невозможно забраться в дом. Депрессель выглянул в окно и убедился в справедливости слов Долана. Продолжая осмотр, он удостоверился, что мебель не двигалась. Оставалось загадкой, каким образом убийца проник в комнату. Наконец судья подошел к двери, ведущей в коридор. Брови его поднялись. Ага, вот интересная деталь! Он указал пальцем на внутренний замок спальни. Болты его были наполовину выдернуты, будто замок пытались выломать. — Госпожа де Лангрюль всегда закрывала дверь на замок, перед тем, как лечь спать! Долан удивился. — Да, месье, конечно! Депрессель помолчал. Затем он позвал начальника жандармерии, который стоял в коридоре в ожидании указаний. Вместе с ним он еще раз тщательно обследовал комнату и зафиксировал положение всех предметов. Наконец Депрессель выпрямился. — Мой друг! — сказал он. — Будьте любезны, сходите за судейским секретарем. Я оставил его в машине. — Простите его немедленно подняться сюда. Затем обратился к управляющему. — Господин Долан, не могли бы вы предоставить мне укромное место, где есть стол и чернильница? Ну, одним словом, все, что нужно для письма. Пока управляющий подыскивал подходящее место для судьи, в конце концов он устроил его в соседней комнате. Жандарм отправился на поиски судейского секретаря, но вскоре вернулся. Господин судья почтительно обратился он к Депрессеру. — Ваш секретарь ждет вас внизу, в библиотеке. Он уже все подготовил для допроса. Судья с трудом удержался от раздраженного возгласа. — Прекрасно! — подумал он. — Кажется, теперь Жигу будет вести следствие вместо меня. Взяв себя в руки, Депрессер обернулся к управляющему и произнес. — Ну что ж, если нас больше ничего не задерживает, мы можем спуститься в библиотеку. Господин Депрессер, неназначенный Брифской прокуратурой для ведения следствия, представлял разительный контраст с судейским секретарем. Следователь был молод, элегантен, изыскан, одним словом, настоящий светский человек. Секретарь Жигу, напротив, был маленьким толстячком с простым лицом. По природе веселым и общительным, он походил скорее на крестьянина, чем на слугу Фемибиды. В нем воплощался традиционный дух провинциальных судов. Пристрастие к нескончаемо длинным формулировкам, нудному бумагаморанию и соблюдению всех мысленных формальностей. И тем не менее, несмотря на все свои различия, оба прибыли в замок Болье, охваченные весьма сходными чувствами. Рано утром их поднял приказ генерального прокурора Брифского суда. Секретарь и судья тут же подумали о выгодах, которые оба они могли бы извлечь из этого дела об убийстве, подвернувшегося как кстати. В Жигу заговорил настоящий судецкий крючкотвор, истинный провинциал. Он предвкушал небольшое путешествие за казенный счет, приятную процедуру расследования, и главное, упоительное составление бесчисленных протоколов и прочих бумажек. В свою очередь господин Депрессель первым делом подумал, что судьба наконец послала ему то самое дело, которое позволит ему проявить свои способности и продвинуться по служебной лестнице. Однако обоих ждало разочарование. Господин судейский секретарь, взявший в дорогу лучшие перья и солидный запас бумаги, и настроившийся не торопясь восстанавливать картину преступления, был неприятно поражен той стремительностью, с которой месье Депрессель начал проводить расследование. Судья же со своей стороны вскоре убедился, что рано стал применять лавровый венок победителя. И хотя внешне он сохранял вид проницательного и уверенного в себе сыщика, в душе его царило смятение. Дело об убийстве маркизы де Лянгрюн представляло собой сплошную головоломку и не только не предвещало близкой славы и почести господину Депрюслю, но, напротив, сулило ему крупные неприятности. Он уже представлял себе, какие слова ему придется выслушать от генерального прокурора, если преступление останется нераскрытым. Сможет ли он успешно провести допросы? Депрессель с тоской думал о том, идя вслед за Доланом в библиотеку первого этажа, где предприимчивый секретарь уже устроил импровизированный кабинет. Наконец, следователь расположился за широким столом, придел внушительный всезнающий вид и вызвал жандармского офицера. «Скажите, бригадир, вы отправили по почте депешу, которую я отдал по прибытию сюда? Депешу в парижскую префектуру полиции, месье? Ту, в которой вы просили прислать сюда инспектора из службы безопасности? Да, да, эту, какую же еще?» Я лично отнес ее на телеграф, господин судья. Она должна быть уже в Париже. Судья кивнул, с трудом скрывая облегчение, затем обратился к управляющему. «Присаживайтесь, месье!» Долун опустился на краешек стула. Не обращая внимания на умаляющий взгляд педанта секретаря, Депрессель опустил формальные вопросы о возрасте, месте рождения, семейном положении и прочем, с чего обычно начинаются полицейские протоколы. Он сразу приступил к делу. «Опишите мне план замка!» – сказал он. «Господин следователь теперь знает его не хуже меня!» – удивился старик. «И все-таки не сочтите за труд повторить!» «Извольте, от входной двери начинается галерея первого этажа, ведущая к большой лестнице, по которой мы с вами только что спустились из спальни Маркизы. На втором этаже коридор, в который входят спальни всех обитателей замка. Справа спальня мадемуазель Терезы, а дальше комната для гостей. Обычно они пустуют. Слева спальня самой Маркизы и ее туалетная комната. Вы там были. Дальше тоже по левой стороне еще одна туалетная комната и спальня господина Шалерамбера, молодого человека, который недавно приехал. «Так, понятно. А что на следующем этаже?» Управляющий монотонно продолжал. «Третий этаж, господин судья, в точности повторяет второй. Только вместо спальни для хозяев там располагаются спальни слуг. А кто из слуг живет в замке?» В обычное время две служанки. Горничная Мария, Луиза, кухарка, еще дворецкий Вре. Но прошлой ночью он не ночевал в замке. Накануне отпросился у госпожи Маркиза в деревню. Хозяйка согласилась при условии, что ночью Вре в замок не вернется. Судья удивился. «Что вы хотите этим сказать?» Дело вот в чем, господин следователь. Госпожа Маркиза была очень боязливой и не хотела, чтобы дверь замка открывали по ночам. Поэтому каждый вечер она сама запирала замки на два оборота и кухню тоже. Потом она проходила по всем комнатам и проверяла, хорошо ли затворены железные ставни на окнах. Как видите, ночью никто не мог проникнуть в дом снаружи. Когда Вре по вечерам уходил в деревню, он оставался там ночевать и возвращался лишь на следующее утро. Так и на этот раз. Правда, иногда Вре просил конюха оставить дверь черного хода открытой и спал в небольшой комнатке под конюшнями. Она обычно пустует. «Она, видимо, для приходящих слуг?» «Да, господин судья». Депрессель замолчал на несколько минут, погрузившись в размышления. Тишину комнаты нарушал только неприятный скрип гусиного пера секретаря. Наконец следователь поднял голову. «Значит, в ночь преступления в замке ночевала только маркиза де Лангрюн, ее внучка Тереза, Шар-Ромбер, две служанки и вы, — уточнил он, — больше никого не было?» «Именно так, господин судья». «Но в этом случае, — продолжал Депрессель, — мне представляет совершенно невероятным, что убийство могло совершить кто-нибудь из обитателей замка. Ведь убийце нужно алиби». «Да, господин судья, но все же...» Правляющий долл насекся, словно испугавшись собственных слов. «И все же что?» — переспросил судья. «И все же, — с трудом продолжал старик, — ключ от входной двери был только у двух людей, — у госпожи маркизы и у меня, месье». «Другими словами, — уточнил Депрессель, — учитывая принятые меры предосторожности, вы не допускайте, чтобы кто-нибудь посторонний мог проникнуть в дом». «Совершенно верно, — месье, — никак не мог. Я в этом абсолютно уверен». Следователь выглядел озабоченным. «Но, может быть, кто-то проник в замок днем, — предположил он, — спрятался где-нибудь, а ночью совершил это убийство. Вспомните, — месье долл, — ведь замок на двери спальни госпожи Делангрюн был почти взломан. Не говорит ли это о том, что преступник пытался войти именно этим путем, причем войти силой?» Управляющий отрицательно покачал головой. «Нет, господин судья, — уверенно сказал он. Невозможно спрятаться в замке днем. В кухне всегда кто-нибудь есть, а тут видна галерея и часть лестницы. И еще. Вчера весь день перед входом работали садовники, подстригали газон. Если бы и появился кто-то чужой, его бы сразу заметили. К тому же госпожа Делангрюн приказала, а я всегда тщательно исполнял ее приказы, держать дверь, ведущую в подвал и закрытой. Убийца не мог попасть туда днем, и уж тем более не мог бы выбраться оттуда ночью. Где же он тогда мог спрятаться? И потом. Как объяснить, что ему удалось проскользнуть мимо огромной сторожевой собаки, которая всегда сидит возле входа? Такое могло случиться только если она хорошо знала преступника, или если ему удалось заранее прикормить ее. Но я не представляю, как это можно сделать. Да и если бы он дал ей мясо, на полу бы остались следы. Нет, я ничего не понимаю. Однако следователь продолжал настаивать. Если судить по вашим словам, господин Доллан, это преступление просто необъяснимо. Ведь глупо искать убийцу среди обитателей Болье. Вы ведь сами говорили, что ночью в замке никого не было, кроме самой маркизы Делангрюн, двух детей Терезы и Шарли и служанок. Ведь очевидно, что не они перерезали горло, бедные хозяйки. Значит, приходится все-таки допустить мысль, что в доме побывал кто-то чужой. Подумайте хорошенько, может, вспомните? Старик в отчаянии воздел руки к небу. Поймите, господин судья, воскликнул он. Нет, некого подозревать. Поставьте себя на моем месте, месье. Я совершенно убежден, что ни один из живущих в замке не может быть убийцей. Я также уверен, что никто этой ночью не мог прогнитнуть сюда снаружи. Все двери и ставни были наглухо закрыты. И утром они были закрыты. Такое заключение окончательно поставило Деприлля в тупик. Я еще раз повторяю, раздраженно заявил он. Произошло убийство. И совершил его небестелесный призрак. Если убийца не прятался в замке днем, значит, он нашел способ пробраться туда ночью. Долан еще раз задумался, потом вздохнул и обреченно развел руками. Я не могу объяснить эту загадку, месье. Голову даю на отсечение, что забраться в замок Булье ночью совершенно невозможно. И могу поклясться чем угодно, что убийцей не были ни господин Шарль, ни мудмуазель Тереза, ни горничные. Депрессель подпер подбородок кулаком и снова погрузился в задумчивость. Задача казалась ему неразрешимой. Даже если предположить, что таинственный убийца обладал способностью летать, это все равно ничего бы не объяснило. Ни с земли, ни с воздуха попасть в замок незаметным было невозможно. Судья пытался вспомнить все учебники по криминалистике, проштудированные им в свое время. Но ни в ученых фолиантах, ни в собственной практике он не мог отыскать ни одного случая, хотя бы отдаленно напоминавшего тот, с которым ему пришлось столкнуться. Наконец Депрессель сбросил оцепенение и обратился к управляющему. — Ну хорошо, господин Долан. Будьте так любезны, приведите сюда слуг. Старик поднялся и зашаркал к двери. Он уже взялся за ручку, когда судья кликнул его. — Все, Долан, не забудьте вернуться сюда вместе со слугами. Возможно, возникнут еще вопросы, в которых понадобится ваша помощь. Глава четвертая Нет, я не сумасшедший В пятницу, на следующее утро после убийства, кухарка Луиза, до сих пор не оправившаяся после кровавой драмы в болье, спустилась к своей плите. Рассвет едва брежил, в кухне царила кромешная тьма, и женщине пришлось зажечь керосиновую лампу. Мысли ее витали далеко, но движения от долгой привычки оставались ловкими и проворными. Она машинально готовила завтрак для всех обитателей замка. Неожиданно в дверь черного хода раздался резкий стук, заставивший ее задрожать. Сильно забившимся сердцем Луиза приоткрыла дверь и не смогла удержаться в отзгласе изумления. На фоне начинающего розоветь горизонта четко выделялись жандармские треуголки. Жандармы окружили двух испуганных субъектов весьма жалкого вида. Стоило двери приоткрыться, как бригадир жандармов, хорошо знавший кухарку, сделал шаг вперед, он козырнул и произнес. — Прошу прощения, мадам, соблаговолите оказать гостеприимство нам и вот этим двум бродягам. Мы их поймали нынче ночью в окрестностях замка. Луиза всплеснула руками. — Ради всего святого, господин бригадир, — запрочитала она. — Вы что же, хотите привезти сюда бандитов? И куда мне их тут девать, скажите на милость? Жандарм Моран, стоявший за спиной бригадира, улыбнулся. Его начальник тоже. — Как куда? Да вот здесь, на кухне, посадите. Что они вам сделают? — Что сделают? А вот полоснут меня ножом по горло, как бедную маркизу. Женщина всхлипнула. Однако бригадир стоял на своем. — Это совершенно необходимо, мадам Луиза. Но вы напрасно пугаетесь. На этих негодяях наручники, и они не могут причинить вреда. К тому же мы, уверяю вас, глаз с них не спустим. Разрешите нам посидеть здесь, пока не приедет следователь. Луиза в это время машинальным движением снимала с огня закипевший чайник. Услышав последнюю фразу, она обернулась. — Следователь? Господин Депрессель? Откуда приедет? Ведь он уже здесь. Полицейский, присевший было на стул, подскочил от удивления. — Не может быть! — воскликнул он. — Говорю вам, он уже здесь! — проворчала старая кухарка. — И с ним еще маленький толстый человечек, который все время что-то пишет. Бригадир почесал в затылке. — Какой еще маленький человечек? — А, это должно быть Жигу, судейский секретарь. Вы говорите о нем? — Почем я знаю, может, и о нем? — пробурчал Луиза. — Знаю только, что он вечно скрипит своим пером. Бригадир повернулся к подчиненному. — Поручаю вам пленников, Маран. Смотрите, не упустите их! — приказал он. Признаться, жандарму Марану выпала не самая сложная задача. Двое бродяг в наручниках тихонько сидели в углу возле плиты, и, судя по их унылому виду, совершенно не собирались убегать. Они были очень непохожи один на другого. Первый высокий здоровяк с сальными волосами, надетый на макушку жокейской шапочкой, молча покусывал свисающий ус и бросал вокруг себя. В том числе и на своего товарища, по несчастью, мрачные и беспокойные взгляды. Он был обуд в галоши, а в скованных руках с трудом удерживал увесистую палку. На вопрос жандармов, как его имя, он ответил Франсуа Поль. Другой субъект, обнаруженный ночью на задворках фермы в тот момент, когда он пытался спрятаться в стогу сена, являл собой классический тип деревенского бродяги. Его голову покрывала старая бесформенная шляпа, из-под которой во все стороны торчали, где рыжие, где седые лохмы. Лица было совершенно не видно из-за густой косматой бороды, и только глаза, живые и блестящие, сновались предмета на предмет. Бродяга с явным любопытством разглядывал жилища, в которые его привели жандармы. За плечами его болтал скотомка, набитая всевозможным барахлом. В то время, как его товарищ хоронил мрачное молчание, этот болтал безумолку. Время от времени он толкал соседа в бок и быстро шептал, «Слышь, а ты сам-то откуда будешь?» «Похоже, не здешний. Я тебя в наших краях что-то не встречал. Меня-то здесь каждый собак знает. Бузатер, сыхал небось? Так меня здесь прозвали». Потом он фамильярно обернулся к жандарму. «А, М. Моран, мое почтение, ну с вами-то мы давние приятели, ведь отпади уже четвертый или пятый раз, как вы меня схапали». Второй бродяга удостоил Бузатера презрительным взглядом и произнес низким мрачным голосом вполне соответствующим его виду. «Похоже, приятель, ты сильно гордишься тем, что попадаешь к легавым в руки так часто». Болтун оскоблился. «Что ж, случается время от времени. Только все зависит от того, что под этим понимать. Зимой, да еще в мороз, я никогда не откажусь отдохнуть в теплом местечке вроде этого. Летом другое дело. Летом легавы придется попотеть, чтобы меня найти. Да и воровать летом нет особой нужды. Все, что нужно, можно найти возле дорог, не греша против заповедей». Бузатер захихикал. «Летом эти олухи крестьяне раскидывают свое барахло где попало. Грех не поднять. Это зимой они дрожат над своими вещами и прячут все под замок. Если же меня и замели сегодня ночью, так это наверняка из-за кролика мамаши шикар. Черт бы побрал старую жадину». Жандарм, до того слушавший разглагольствование бродяки в полуха, вмешался в разговор. «Так это твоя работа, паршивец!» В ответ снова раздалось хихиканье. «Ну и вопросики вы задаете, месье Муран, просто смешно. Можно подумать, вы этого не знали и сцапали меня только потому, что полиция соскучилась по старине Бузатеру». Второй бродяга мрачно усмехнулся и тихо прошептал соседу на ухо. «Похоже, приятель, кроликам ты тут не отделаешься. Тут заваруха посерьезней». «Дается мне, что нас замели из-за убийства хозяйки этой хоромины». Бузатер беспечно оттрахнулся. «Ах это!» Лицо его выражало полное безразличие. В этот момент в кухню вернулся бригадир жандармов. Суровым голосом он скомандовал. «Называющий себя Франсуа Полем, следуйте за мной! Господин следователь желает вас допросить!» Задержанный подошел к бригадиру и покорно позволил себя увезти. Бузатер, лишившийся общества себе подобного, остался один на один с жандармом. Он бросил на него хитрый взгляд, ухмыльнулся и удовлетворенно произнес. «Ну что ж, в добрый путь! Похоже, сегодня обойдемся без обычной волокиты». Моран не отвечал, соблюдая надлежащую дистанцию. Но бродяга принадлежал к племени неисправимых болтунов. Он не унимался. «А по мне так все едино, что свобода, что предвариловка, что тюрьма. Тюрьма еще и получше. Государство о тебе позаботится, и накормит, и напоит, и спать уложит. К тому же, говорят, бригская тюрьма после ремонт просто дворец, пальчики оближешь». Бузатер замолчал, но ненадолго. Вскоре он заерзал на стуле и втянул носом в воздух. «Черт побери!» воскликнул он. «Да тут пахнет, как в раю!» Потом, не стесняясь, окликнул кухарку. «И послушайте-ка, мадам Луиза, не найдется ли у вас чего-нибудь пожевать для меня?» Кухарка обернулась, побагравев от возмущения. Бузатер продолжал, как ничем не бывало. «Ну, не надо так кипятиться, моя милая. Разве вы меня плохо знаете? Я ведь часто приходил к вам и забирал разное старье. И вы мне никогда не отказывали. Чем же я теперь вам насолил? Помните, в прошлый раз вы отдали мне старые ботинки месье Долана? Так что ж, они мне отлично подошли, не жалуюсь, а уж отказать, старинебу затер в куске хлеба. Это я вам скажу». Он поднял глаза к небу, словно призывая Господа в свидетели творящейся несправедливости. Болтовня бродяге тронула доброе сердце старой кухарки, и она в нерешительности взглянула на жандарма, как бы ища поддержки. Моран пожал плечами и, беззлобно посмотрев на Бузатера, сказал, «Что ж, мадам Луиза, если человек голоден, почему бы не дать ему поесть? В конце концов, мы ведь его не первый день знаем. Откровенно говоря, я не верю, чтобы он мог натворить что-нибудь серьезное». Бродяга энергично закивал головой. «Господь с вами, месье Моран, каждый скажет вам, что от Бузатера вреда не больше, чем от малого ребенка. Конечно, я не могу пройти мимо бесхозного барахла, но ведь как не попятить вещь, если плохо лежит, а? Ну, еще бывает стяну какую-нибудь мелочь для пропитания, кролика там или курочку, когда мочи нет видеть, как она кудахтет в кустах, а у меня со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. Это так, я и не отпираюсь. Ну, что-нибудь серьезное, боже упаси! Спасибо, вот спасибо, хозяюшка! Растроганная Луиза протянула ему, затеру большой кусок хлеба, который тот проворно засунул на дно своей необъятной котомки. И тут же продолжал. «Интересно, что тот малый плетет сейчас следователю. Небось, не сладко ему приходится. Сразу видно, что он не умеет ладить с судейскими. То ли дело я. Я завижу какого-нибудь стручка в черной мантии, сразу делаюсь паренькой, просто во рту сладкой. Знаете, себе повторяю, «Да, господин судья, вы совершенно правы, господин судья». Они и рады. Они ведь к вечеру просто больными себя чувствуют, если за день не засадят в кутузку хоть одного несчастного человека. Тут главное не возражать. Тем более, что все равно бесполезно. Но потом встает прокурор, и как ряхнет, «Стой, смирно, бузатер!» И слушай приговор. Как будто, если обращаться ко мне вежливо, то я хуже слышу. Ну, я подбираю брюхо и ем его глазами, а он навешивает мне две недели, три недели, по-разному бывает. А мне что, я не в обиде?» Тут в кухне снова появился бригадир и сообщил Марану. «Похоже, зря мы с ним возились. Первого отпустили, а что касается этого неряхи, то господин Де Пресли считает, что на него нечего тратить время». Бузатер просеял. «Выходит, мне можно сматывать отсюда?» Однако ликование его тут же прошло, и он с беспокойством взглянул в окно, за которым уже начинал накрапывать дождь. Бригадир не смог удержаться от улыбки. «Ну нет, мой милый, тебе придется-таки отдохнуть в кутузке, или ты забыл про кролика, которого слямзал у мамаши шикар? Так ты бузатер! За такие проступки положено отвечать! Давай-ка собирайся!» День стоял неласковый, ласковый, пасмурный, хмурый. Шар Ромбер и его отец с самого утра уныло бродили по коридорам замка, не зная, куда себя деть, и лишь после обеда им, наконец, нашлось занятие. Вместе с Терезой, баронессой Девибрей, они уселись за огромный круглый стол и принялись надписывать на бесконечном множестве конвертов с траурной каймой адреса родственников или знакомых маркизы Де Лянгрюн. Похороны несчастной были назначены на завтра, и отец с сыном, разумеется, собирались на них присутствовать. Баронесса Девибрей долго упрашивала Терезу переночевать у него в Кирилле, но безуспешно. Прочитав в газетах всевозможные слухи и сплетни о драме в замке Болье, Этьен Ромбер обратился к сыну необычайно серьезно. «Поднимемся наверх, мой мальчик, нам необходимо поговорить». Одни поднялись на второй этаж. Дойдя до спальни Шарля, господин Ромбер, казалось, заколебался. Потом, словно приняв внезапное решение, вошел в комнату сына, явно предпочтя ее своей. Шарль Ромбер, до нельзя подавленный, утомленный всеми неожиданными свалившимися на него событиями, начал устало раздеваться. Отец подошел к нему, сдавил руками его плечи и глухим голосом приказал. «Признавайся же, несчастный! Признавайся мне, твоему отцу!» Шарль отступил, страшно побледнев. «Я в чем?» Отрицательный возглас, казался, застрял у него в горле. Тьен Ромбер сделал шаг вперед и еще сильнее сжал плечи сына. «Признавайся, ведь это ты убил!» Шарль закрыл лицо руками. «Я убил? Кого?» Отец продолжал смотреть ему в глаза бешеным взором. Наконец, до Шарля Ромбера дошло, в чем его обвиняют. Он выпрямился и воскликнул. «Как? Вы считаете, что я убил маркизу? Это гнусно, бесчестно, чудовищно!» Лицо его подергивалось. «Но ведь это так!» процедил его отец, по-прежнему не отрывая от сына горящего взгляда. «Нет, нет, да!» настаивал Этьен Ромбер. Они стояли друг напротив друга. Наконец, Шарль выдавил. «О, Господи!» «И это вы, отец, обвиняйте меня в этом!» Глаза юноши остановились, на лице был написан ужас. Господин Ромбер отпустил его плечи и сделал несколько шагов. Потом положил руку сыну на лоб и помотал головой, словно пытаясь стогнать кошмар, туманивший его разум. Он произнес, «Господи, мой бедный мальчик! Надо успокоиться и хорошо подумать!» «Не знаю, как это объяснить, но еще вчера утром на вокзале я что-то почувствовал. Это было предчувствием чего-то ужасного. Ты выглядел таким усталым, бледным, глаза затуманены. Но отец проговорил Шарль бесцветным голосом, «Я ведь вам уже объяснял, что плохо спал ночью. Я ждал встречи с вами!» «Черт побери!» раздраженно воскликнул Этьен Ромбер. «Я это прекрасно помню!» «И так ты плохо спал ночью. Как ты тогда сможешь объяснить, что ничего не слышал?» «Но ведь Тереза тоже не слышала!» Господин Ромбер грустно усмехнулся. «Комната Терезы, — сказал он, — находится гораздо дальше, а твоя отдельная от спани лишь бедной маркизы всего лишь тонкой стенкой. Если ты был здесь, ты должен был что-то слышать!» Шарль перевел дух. «Так что вы пока единственный, кто считает меня виновником этого злодеяния?» «Единственный, — прошептал его отец, — как знать, пока может быть!» «Но должен тебе сообщить, друг мой, что вечером, когда предшествовал преступлению, ты произвел чрезвычайно неблагоприятное впечатление на друзей маркизы. Тогда еще судья Бонне рассказывал вам о деталях убийства, которое произошло в Париже. Я уже не помню, кто его совершил, и ты проявлял весьма странный интерес!» И он шоссе стонал. «Значит, они тоже меня подозревают!» Он снова схватился за голову, но вскоре лицо его прояснилось. «Отец, но эти обвинения беспочвенные, ведь нет никаких фактов, никаких доказательств!» «Увы, есть! И тебе трудно будет их опровергнуть!» «Слушай внимательно!» Этьен Ромбер встал, и Шарль машинально сделал то же самое. Отец и сын снова смотрели друг другу в глаза. «Так вот, Шарль, в ходе следствия было установлено, что в ту роковую ночь никто не мог пробраться в замок снаружи. Таким образом, ты единственный мужчина, который ночевал внутри, к тому же пососедствовал с маркизой». Юноша нервно дернулся. «Почему же никто не мог забраться сюда?» «Это выяснено абсолютно точно. А, впрочем, если бы мог, ты-то не сможешь этого доказать!» Шарль не ответил. Он был совершенно оглушен, глаза его блуждали, мысли путались. Чувствуя, как подгибаются ноги, он умоляюще посмотрел на отца. Этьен Ромбер с опущенной головой направился к туалетной комнате. «Иди за мной, сын!» сказал он, голос его дрогнул. Шарль, казалось, не слышал. Господин Ромбер вошел в туалетную комнату, порылся за вешалкой, вынул оттуда изрядно помятые полотенца и вернулся в комнату. «Смотри!» глухо произнес он, поднося полотенце к глазам сына. В ярком свете Шарль Ромбер увидел на ткани красные пятна крови. Юноша подпрыгнул на месте, открыл был рот, но отец властным жестом остановил его. «Сядь!» «Ты собираешься продолжать отпираться?» «Несчастный безумец!» «Смотри же!» «Вот оно!» «Неопровержимое доказательство твоего злодеяния!» «Эти кровавые пятна говорят сами за себя!» «Как ты можешь объяснить, что это полотенце оказалось в твоей туалетной комнате?» «Итак, ты теперь по-прежнему будешь все отрицать?» «Да, я буду все это отрицать!» «Буду!» «Я...» «Я просто ничего не понимаю!» Молодой человек, в конец обессилев, снова опустился в кресло. Старый Ромбер смотрел на сына с бесконечной нежностью и состраданием. «Бедное!» «Бедное дитя!» «Прошептал он!» «Ну, может быть, ты не так виноват, как кажется?» «Может, есть обстоятельства, которые могут тебя оправдать?» «Значит, вы все-таки меня обвиняете!» «Вы не верите мне!» Старик в отчаянии покачал головой. «Боже!» «Если бы я мог сохранить честь нашей семьи и уважаемых друзей, уважение друзей, я бы смог доказать, что все это проклятая наследственность!» «Чтобы наука доказала, что я так же болен, как мама?» грустно переспросил юноша. «Да!» «Загадочная и неизлечимая болезнь!» «Медицина перед ней бессильна!» «Называется она просто безумие!» «Но никто не знает, что это такое!» «Боже мой!» поразился Шарль. «О чем я узнаю? Моя мать безумна!» Он помолчал, что-то вспоминая, и, наконец, посмотрел на отца. «Да, да, наверное, вы говорите правду. Сколько раз я был удивлен ее странным, непонятным поведением. Но я-то тут при чем?» Шарль ожесточенно потер лицо, словно проверяя, не спит ли он. «Ведь я же в здравом уме!» Этьен Ромбер покачал головой. «Дай бог, чтоб так!» «Но, возможно, это было временное помрачение!» Сын перебил ее. «Нет, отец, нет!» «Я могу быть глупым, юным, каким угодно, но я не сумасшедший!» Через звуча на возбужденный молодой человек больше не мог сдерживаться. Он почти кричал, словно пытаясь убедить самого себя. Голос его гулка раздавался равнодушной тишине замка. Этьен Ромбер тоже повысил голос. Заявление сына вывело его из себя. «Отлично, Шарль! Если ты в здравом уме, то твое преступление не имеет никаких оправданий. Значит, ты сознательный, хладнокровный убийца!» Внезапно какой-то шорох в коридоре заставил их замолчать. Дверь комнаты медленно открылась, и из полумрака на пороге появилась белая фигура. Это была Тереза в длинной ночной рубашке. Глаза ее расширились от ужаса. Она покусывала бескровные губы. Ее убила дрожь. С усилием подняв руку, она указала пальцем на Шарля, беззвучно шепча что-то. «Тереза! Тереза!» Несчастный отец бросился на колени. Он с мольбой протянул к ней руки. «Девочка, ты была за дверью!» Помертвевшие губы шевельнулись, и Тереза чуть слышно прошептала. «Я была!» Девочка не смогла продолжать. Она покачнулась, глаза закрылись, и она упала на пол. Глава пятая. Арестуйте меня. Километра в двадцати от Суяка линия Бри в Каор делает резкий изгиб и уходит в тоннель. Шедшие зимой дожди изрядно попортили насыпь. Еще до этого грозы, разразившиеся в первых числах декабря, вызвали сильное оседание почвы. Обеспокоенная железнодорожная компания прислала на эти места своих лучших инженеров. Специалисты выяснили, что пути в нескольких десятках метров от Суяка требуют серьезного ремонта. С тех пор, уже два месяца, все поезда, следовавшие из Бри в Каор, скорые, пассажирские, товарные, постоянно опаздывали. Бывало даже на полчаса. Несправность дороги внушалась серьезные опасения компании, и все машинисты расписались в журнале по технике безопасности. Машинистам, следующим из Бри в Каор, предписывалось останавливать локомотив за двести метров до выезда из тоннеля. А на обратном пути в Каор необходимо было тормозить еще раньше, за пятьсот метров. Эти меры, по мнению компании, обеспечивали безопасность. Итак, в то серое декабрьское утро бригада дорожных рабочих под руководством мастера вышла укладывать новые рельсы, привезенные накануне. Люди потихоньку переговаривались. «Как ты думаешь», — говорил старый рабочий своему напарнику. «Они что, заставят нас укладывать здесь двенадцатиметровые рельсы?» «По мне, так они нисколько не лучше, чем восьмиметровые. А укладывать их адской работенкой, ты уж мне поверь!» Его товарищ вздохнул. «А что делать?» — откликнулся он. «Против начальства не попрешь, мы люди маленькие. Наше дело простое. Делай, что говорят». Неожиданно раздался резкий свисток. В черном чреве тоннеля показались огни двух фонарей. Поезд, следующий в Каор, согласно инструкции, затормозил, не доезжая места работ. Ему необходимо было получить разрешение на проезд. Дорожный мастер поставил своих людей по обоим сторонам полотна. Затем дошел до небольшой хибарки-обидчика, расположенной у самого въезда в тоннель, и взмахнул жезлом, позволяя машинисту двигаться дальше. Путевой обходчик, хозяин хижины, был специально прислан сюда железнодорожной компанией. Он нес ответственность за состояние четырехкилометрового участка дороги, включая девятьсот метров тоннеля. Из-за избушки вышел мужчина и небрежно спросил у мастера. «Должно быть, это тот самый поезд, что прибывает во Вивьер в шесть пятьдесят утра». Из дверей показался обходчик. «Действительно», — подтвердил он. «Только опаздывает, как всегда». В это время поезд погрохотал мимо. Мелькнуло три красных фонаря на задней стенке последнего вагона и тут же пропали в утреннем тумане. Мастер ушел к бригаде, а обходчик вернулся к своим повседневным делам. Сейчас ему необходимо было заняться густой травой, поросшей между шпалами и вдоль насыпи. Время от времени ее приходилось пропалывать. Железнодорожник уже почти скрылся в темноте от тоннеля, когда его окликнули. Мужчина обернулся. Собеседником его оказался никто иной, как Франсуа Поль, бродяга, которого накануне после короткого допроса отпустил следователь. «Похоже, этот утренний поезд не забит пассажирами», — ухмельнулся он. «Особенно в вагонах первого класса, верно, приятель?» «Что ж тут удивительного?» — отозвался обходчик, снимая с плеча мотыгу и ставя ее на землю. «Не так-то уж много людей ездит первым классом, а богачи, которые могут себе это позволить, предпочитают экспресс. Он приходит в Брив на 2 в 2.50 утра». «Так-то оно так», — продолжал Франсуа Поль. «Но ведь кому-то может понадобиться выйти в Гурдоне, Суаке, Верьере, ну, одним словом, на маленьких станциях, где скорый не останавливается». Обходчик пожал плечами. «А кто его знает?» «Как-то никто об этом не задумывался. Ну, наверное, они выходят в Брив и оттуда добираются на собственных машинах». Бродяга не стал возражать и перевел разговор на другую дему. «Что-то прохладно нынче утром, а, приятель?» — спросил он. «Да уж, не жарко», — согласился железнодорожник. «Дождь, видать, будет». Франсуа Поль, удивленный этими словами, посмотрел на небо. Оно было совершенно безоблачно. Обходчик улыбнулся. «Точно, точно, дует западный ветер. Раз так, жди дождя. Верная примета». «И так всю жизнь», — уныло пропормотал бродяга. «То мерзни, то мокни, как собака. Да, тяжелые времена, тяжелые». Служащий был тронут. «Послушай», — неожиданно произнес он. «Ты ведь не похож на толстосума. Вряд ли тебе в ближайшее время грозит поехать путешествовать первым классом. Не хочешь устроиться на работу к нам? Здесь рабочих рук ох, как не хватает». «Так уж не хватает». «Точно тебе говорю. Вон там, где идут работы, как раз старший мастер. Хочешь, я с ним поговорю о тебе? Он вполне может решить этот вопрос». Фрунца Поль поднял руку. «Подожди, друг, подожди. Разумеется, я не говорю нет. Но ведь нужно мне сначала хотя бы взглянуть, чем вы здесь занимаетесь. Может, у вас такая работа, что окажется мне не понутру?» Бродяга медленно пошел вдоль насыпи, внимательно вглядываясь в железнодорожное полотно. Навстречу ему двигался старший мастер. Он взглянул на Фрунсуа Поля и подошел к обходчику. «Ну, как дела, папаша Мишу?» улыбнулся он. «Как здоровьечка?» «Какое уж здоровье в мои годы!» «Так, кряхтим понемножку. А вы как?» «Признаться, прибавилось мне работенки с тех пор, как поезда останавливаются в этом секторе. Не гневите, Господа, господин мастер! Велика работа! Махать железом!» «Вот мне и впрямо приходится потрудиться волю!» «Это почему же?» «А вот я вам сейчас объясню. Во время остановки каналии-проводники повадились вытряхивать из окон пепельницы, и каждый раз остается столько всякого дерьма, что просто никаких сил не хватает постоянно за ними убирать». Мастер схохотался. «Похоже, пора обратиться к компании, чтобы вам прислали кого-нибудь на подмогу. Уборщика или уборщицу, а? Папаша Мишу!» Обходчик тоже улыбнулся. «Если бы это так просто было, месье!» заметил он. «Хотел бы я посмотреть, где компания найдет дуракан такую паршивую работу!» «Вон, видите того верзилу, что бродит по путям?» «Я предложил ему сюда устроиться. Так знаете, что он мне ответил?» «Ему, видите ли, надо посмотреть и оценить то, чем мы здесь занимаемся». И пошел шляться. Смотрит, не придется ли ему переутомляться. Как вам это нравится? Такой бездельник, как и все остальные. Вы, как всегда, правы, папаша Мишу. Наше время так трудно найти приличного работника. «Ну что ж, если этот парень не собирается к нам устраиваться, пойду-ка выставлю его отсюда. Нашел себе место для прогулок. Того и гляди, потом чего-нибудь не досчитаемся. Тут за каждой гайкой нужен глаз да глаз. Развели, бродяк!» «Да уж!» Закряхтел папаша Мишу. «И не только бродяк!» «Говорят, в наших краях появились настоящие преступники, убийцы!» «Слышали, наверное, что произошло в замке Болье?» Мастер кивнул. «Ну еще бы!» «Ты не захочешь, услышишь?» «Мои рабочие только об этом и говорят!» «Кстати, вы совершенно правы, дорогой Мишу!» «Надо получше присматриваться ко всем подозрительным типам!» «К этому, например!» Мастер осекся и уставился на насыпь. Обходчик посмотрел направление его взгляда и тоже замер. Несколько секунд они молчали, затем перемигнулись и рассмеялись. Из тумана показалась легко узнаваемая фигура жандарма. Тот вглядывался в белесую мглу, явно кого-то высматривая. «Отлично!» Прошептал папаша Мишу. «Вот идет бригадир Дюсе. Похоже, господин мастер, он взял чей-то след». «Вполне возможно!» — согласился собеседник. «Вот уже три дня, как вся полиция сбивается с ног, преступление в замке не дает им спать. За это время они арестовали уже больше двадцати бродяг. Однако все они доказали свое алиби, и их пришлось отпустить в освоясь, да еще извиниться!» Обходчик с сомнением пожевал губами. «Да нет, похоже, преступник был не из местных. У нас тут люди все мирные, убийц нет. И маркизу де Лянгрюн все так любили!» Мастер перебил его. «Посмотрите-ка!» «Посмотрите!» — он указал рукой на жандарма, медленно карабкавшегося вверх по насыпи. «Похоже, бригадира тоже интересует этот тип, который хочет найти работу, но не хочет работать». «Почему бы и нет?» — согласился папаша Мишу. «Правда сказать, лицо его не внушает особого доверия. Да к тому же не здешний. Это сразу видно!» Разговаривая, оба с интересом наблюдали за жандармом в ожидании, чем все закончится. Метрах в пятидесяти от них Франсуа Поль, занятый своими мыслями, медленно брел в направлении Верьерского вокзала. Услышав, наконец, за спиной звук шагов, он обернулся, увидел бригардира и нахмурился. И странное дело, жандарм почтительно остановился в нескольких шагах от него и даже сделал движение, будто хотел взяться за козырек. Загадочный бродяга сурово посмотрел на него и сказал «Послушайте, бригадир, я ведь, кажется, предупреждал вас, чтобы мне никто не мешал». Жандарм сделал шаг вперед. «Прошу прощения, господин инспектор службы безопасности, но мне необходимо передать вам нечто весьма важное». Итак, Франсуа Поль, которого жандарм столь почтительно именовал господином инспектором, был никем иным, как секретным полицейским агентом, присланным накануне в Балье Парижской префектурой. К тому же, это был не рядовой агент. Префект, словно предчувствую, что в деле маркизы Далянгрюн будет немало загадок и сложностей, выбрал для его расследования своего лучшего работника, самого опытного и сведущего из инспекторов Жюва. Да, это был действительно сам знаменитый Жюв. Вот уже двое суток он бродил в окрестностях замка под видом бродяги. Он настолько вошел в свою роль, что даже был арестован вместе с Бузатером. Таким образом, пока он проводил свое расследование, не вызывая ни у кого подозрений, вот сейчас невероусердный жандарм мог раскрыть его истинное положение. На лице Жюва отразилась досада. Будьте внимательны, процедил он сквозь зубы. На нас смотрят. И раз уж мне теперь все равно придется спуститься с вами, сделайте хотя бы вид, что я арестован. Наденьте мне наручники. Жандарм поежился. Прошу прощения, господин инспектор. Но могу ли я осмелиться? Вместо ответа Жюв повернулся спиной. — Слушайте меня внимательно, — вполголоса продолжал он. — Сейчас я совершу попытку к бегству. Догоните меня и заломайте мне руки за спину, да погрубей, не бойтесь. А когда я упаду на колени, надевайте наручники, как будто поймали убийцу. Понятно? Дорожный мастер, путевой обходчик и подошедшие к ним рабочие с интересом наблюдали снизу непонятный разговор полицейского с бродягой. Слов они слышать не могли, так как находились слишком далеко. Неожиданно подозрительный оборванец бросился на утек. Бригадир в несколько прыжков настиг его и в два счета скрутил. Через несколько минут бродяга, соскованным за спиной руками, покорно спускался с насыпи в сопровождении жандарма. Наблюдавшие видели, как они скрылись в ближайшей рощице. Вот еще один попался, вздохнул обходчик. Ну что ж, Дуссе задаст ему жару. Быстрым шагом, двигаясь в сторону Болье, инспектор Жюф спросил у бригадира. Как там дела в замке? Вас действительно послали сообщить мне что-то интересное? Жандарм с гордостью ответил. Так точно, господин инспектор. Убийца Маркизы де Лянгрун найден. Маленькая Тереза. Маленькая Тереза.